Купили, потому что нам нужен был лагерный быт обустраивать. Он и молоток, он и гвоздодер, и рубить, и он достаточно тяжелый. То есть у него короткая ручка, он достаточно тяжелый, то есть можно и забивать, то есть можно вот забивать, да, можно и рубить. Он и форма, видите, какая у него, да? Он не как обычный топор, он достаточно широкий. Его можно использовать как колумб. Можно использовать как два топора, использовать как клин. То есть один топор ставишь, и другим топором или каким-нибудь молотком бьешь по нему сверху, да, в какую-нибудь полежку расколоть нужно. Ну, это саперный топор, это специально сделан, он суперруносливый. Гвозди рубили им, не знаю, проволоку можно было перерубать, даже блиндажные печки делали, там топором брали вот так топор, мысиком, чтобы колосник сделать, просто другим топором били и делали. Не штыком, то есть, а вот именно топором пробивали. А что за клеймо? Климо, я, кстати, не интересовался. Климо, ну, это полный оригинал, он, дожди, немножко в ржавчине у нас, в машине катается постоянно. То есть немецкий оригинал, я даже не гуглил, не искал этот завод, потому что меня уверили в стопроцентной оригинальности этой вещи, и я даже в ней не сомневаюсь. Очень удобная вещь, вожу в свою машину, часто выручают, я люблю всякие покатушки по бездорожью, поэтому какую-нибудь ёлочку там срубить, мешающую, или какое-нибудь поваленное дерево, и он, как сказать, все такие хвалят, советские топоры, берут топор, так вот делают, и он так дзынь делает, такой мелодичный звук, как колокольчика. Тут такого звука нету, но он калёный, то есть он очень тяжело точится, очень тяжело заточить, и того, что его трудно заточить, он так же быстро тупится почему-то, я не знаю почему, я не специалист в металлах, может, я неправильно затачиваю просто, возможно, но он достаточно быстро тупится, просто скругляется почему-то, хотя металл достаточно плотный.